всем привет вы на канале польза нет лайф и здесь у нас только максимально подробные обзоры с целью сэкономить вам средства в чем экономия в том что сейчас вы видите обзор на риме джеки на 6 что это такое фактически это копия рим не джеки которые кстати сейчас все таки они стали скидывать по уже адекватному ценнику в 37000 но с другой стороны у нас такая же железка которую вы видите что снимается 4к 60 fps в лифте с микрофонами в тех же условиях чуть-чуть попроще сенсором с отсутствием телевика и по большому счету все разумеется да здесь не хватает бендов и 20 бенда здесь нет по-моему и седьмого тоже лучше перепроверяйте самое веселое и интересное почему я все-таки делаю обзор на эту оля копию одним кадром и напоминаю что здесь смысл в том чтобы я прошелся рассказал о смартфоне и вы увидели как он режиме времени может снимать одним кадром в течение 10-15 минут как у него отрабатывают микрофоны и сравнить с бешеным количеством еще там 90 уже смартфонов которых я делал в тех же условиях подобные обзора те кто не в курсе что это за модель в первую очередь не делайте выводы никогда не по поводу каких смартфонов по одному обзору одного блогера смотрите и все сами начинаете разбираться потому что это очень сложный инструмент уже не назову даже смартфон звонилкой потому что до такой степени они отличаются начиная от внешности материалов крана процессора внутренней памяти оболочки возможностей бэндов и всего остального что в этом сам черт ногу словит это раз а два наверное надо начинать разбираться особенно когда у вас есть интерес вот и что можно сказать вначале снимает это все дело у риме не волшебно то есть даже я считаю что в риме gt6 неплохой модуль но флагманские качество у него сомнительно это как говорится найдите у риме фото и видео флагмана добыли мастер explorer edition когда-то explorer edition 2 там была другая история да у них есть любите оповские смарт и x7 ультра x7 даже субфлагманы здесь у нас что здесь у нас топовый экран с безумной яркостью в две с половиной тысячи люксов которые показывают такой же экран лтпошный все по фуншую все великолепно давайте начнем с самого начала первое подпишитесь на канал с колоколом потому что это довольно такой сомнительный контент я понимаю что многим будет некомфортно и многим и не надо как камера снимает но в основном это контент про основной модуль и про то что может в полевых условиях показывать смартфон в режиме реального времени с одинаковыми рефлексными значениями одинаковые рефлексные значения это бешеное количество раз я в этом лифте снимал это лицо одинаковый голос и там не знаю архитектура ладно освещение вот сейчас рассеянный свет я несколько дней ждал чтобы солнце появилось но это бесполезно хотя бы дождя нет во всяком случае плюс минус цвета одинаковые вы их уже более-менее знаете я специально на проф фотоаппарат sony fx3 fx30 скидывал фотографии видео вот это вот всего как оно должно выглядеть и вы можете прикинуть насколько если уж разбираться так по пол и одни или те одни или другие устройства лучше или хуже справляются с передачей цвета потому что с цветом всегда проблема вот сейчас допустим даже сейчас у риме большая проблема по передаче цвета по мне но это все субъектив щена так вот подписывайтесь на этот канал основной канал пользы нет там полноценный обзор и три часа мы гоняли этот смартфон в прожарке на канале польза стримы все первое что он смог давайте окей комплект комплект зарядка чехол убогий максимально без чехла сейчас снимаю но даже в чехле он у вас будет заляпываться потому что вот это вот бесполезное зеркальце у него стыльные части на стеклянной крышке она прям бесит почему потому что мне кажется люди которые делали эти смартфоны они сами смартфонами не ходят и они не думают о том что нужно постоянно ладно тачки протираешь когда ты в очках ходишь а другое дело когда ты постоянно смартфон протираешь это тебе не знаю не глянцевая зажигалка в чехольчики ну в общем бесит бесит что непродуманно я считаю это дело вот смотрите как как-то рыбы называется вот за одно сразу можно и поснимать кстати здесь прошлый раз была змея позапрошлой притом ядовито надеюсь что сегодня мне не сидят так вот быстрая зарядка 30 минут все по фэн-шуй чехол кабель и что еще хорошего в этом смартфоне в комплекте разумеется коробка документация чехол серый цвет цвет у него фиолетовые в глобалке в gt6 я фиолетовый цвет не помню и это тоже хорошо если говорить про кстати яркость вот я вышел чуть-чуть поснимал и он пишет яркость снижена чтобы продлить время записи то есть пять минут я поснимала эти две с половиной тысячи люксов в зеркальце я не вижу вообще никак надеюсь что он не сбросит но сбросить он не должен первое сейчас для меня реально прохладненько то есть тут такой легкий бриз довольно непривычно это 1 2 помимо того что для меня прохладненько смартфон без чехла без прямых лучей солнца на не знаю чего ему еще надо чтобы великолепно себя чувствовать четыре с половиной часа он у меня не снимал со ста процентов до нуля я скидывал скрины с данными сбрасывал fps он по моему до 50 этот до 50 сбрасывал в то же время или до 5 в общем фпс он сбрасывал смотрите мои личные телеги кому нужно одним кадром чтобы что-то снимала когда все когда многие говорят что не очень неважно как смартфон снимает вопрос что вы здесь делаете в течение шести минут это раз-два почему вы тогда платите за то как он снимает и 3 до некоторые записывают лекции некоторые записывают не знаю там как самолет пролетает еще что-то очень многие уже используют смартфоны для съемки даже ту же свадьбу не знаю еще что-нибудь какое-нибудь мероприятие это поставил его на штатив и все он у тебя снимает просто отключил все ну то есть его реально уже использовать как камеру вам уже их продают как камера почему его не использовать как камеру тем более автономностью его супер если брать те же профессиональные профессиональную съемку ты там каждый час полтора те кто на стримы приходят видели меняешь аккумулятор у этих фотоаппаратов помимо этого еще и охлаждаешь их специальным кулером а смартфон может снимать себе спокойненько довольно долго но не об этом рассказ 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 о другом рассказ о том что смартфон сам по себе имеется давайте вот по железу нет по внешке первое пластик то есть здесь у нас рамка пластик тыльная часть из стекла при том у нас есть инфракрасник но нет миниджека все как всегда nfc разумеется есть gps есть из интересного еще две sim карты можно запихать и sim конечно же отсутствует потому что это не глобальная версия смарта но даже в глобальных версиях не всегда есть вообще в принципе глобальная версия смартфона это gt6 и там мы идут другим он другой основной модуль я говорю не не смотрите на эти модули матрицы пиксели потому что в 99 процентах случаев решают все алгоритмы вот вот он алгоритм вот как он может снимать и да от матрицы очень многое зависит от размера пикселя много зависит но вот как это дело обработается от этого зависит намного намного больше следующее две диодные вспышки так как нет телевика это довольно удобно вот внешней стороны да они чуть-чуть отличаются gt6 и на 7 и на уши риме на уши процессор 8s ген 3 не буду спорить с теми кто убеждает то что 8s ген 3 это упрощенная версия 8 ген 3 я считаю что это обрезанная версия 8 ген 2 несмотря на технологии опять же какие такие технологии когда 8 ген 2 выбивает больше баллов в antutu когда 8 ген 2 поддерживает 8 к съемку к слову здесь разумеется поддержки 8 к нет а 8s ген 3 нет хотя он может поддерживать юсб тайп си версии 33 ген 2 но здесь стоит юсб тайп си какой версии правильно они сэкономили юсб тайп си версии 20 поэтому я почти час скидывал этот бедный файл для того чтобы посмотреть как он сбрасывал fps в течение четырех с половиной часов вот следующий момент по поводу пластиковой рамки сразу скажу что как он там у самсунга 55 за 27 штук почему-то металлическая рамка ощущается по-другому если говорить про экран все волшебно яркость волшебно которую как вы видите сбрасывается но в играх она у нас не сбрасывалась в ген шине правда отваливался так через полчаса игры в целом он с играми все хорошо кроме ген шина ген шине он начинает перегреваться и ему становится плохо внутренняя память супер быстрая fs40 хотя выбивает она 170 тысяч по идее она должна выбивать больше но здесь еще дело в процессоре а протай психник сказал про какие-то еще особенности верю бенды не все если говорить про программное обеспечение разумеется google сервиса на борту разумеется смартфон разблокирован самим продавцом при том что внимание а пока 12 которая покупала он до сих пор заблокирован но мне надо доехать до офиса по они сказали что разблокируют бесплатно просто покажу его что покупал на али как все произойдет получится или нет расскажу в личной телеге но на 6 вроде бы не блочится самое плохое считаю что здесь айпи 65 защита от влаги нулевая и даже где не нулевая viva x100 с которым не утонулся и 69 тоже биби киевский к слову это тоже пропускает ты только его опускаешь воду у него начинают идти пузырьки нка короче он быстро набирает воду так же как gt6 я не знаю зачем они делают такие аппараты но убедите вот теперь фетиш такой они делают реально девайсы которые очень легко пропускают воду наверно чтобы больше больше чаще люди их заменяли а если говорить про шим он довольно приличный не космос но не 10 процентов выше 15 смотрите опять же подробный обзор и на стриме я также в онлайне тестирую двумя устройствами шим если говорить про экран также помимо шима то что touch отваливается только в геншине это 1 2 smart не сильно перегревается но скажем так он оптимизирован хорошо исключая небольшой момент эта съемка при длительные съемки он сбрасывает fps и оптимизация нулевая вот плане защита от влаги ip65 это очень плохо если говорить про какие-то еще особенности основной модуль я снимаю я считаю снимает хорошо по фронталке ужас почему потому что они также как в gt6 просто выпилили функцию 60 fps то есть ты можешь снимать в 1080p 30 fps можешь снимать в 1080 4k 30 fps а в 4k 60 fps и 1080p 60 fps ты снимать не можешь почему потому что они они так решили фронталку хорошие не назову по поводу всех этих оптических стабилизации еще чего-то ультраширик убогий разумеется как у всех принципе их за их линейки а их за их линейки это смотрите вы можете посмотреть обзор риме gt6 это глобалка риме gt6 это то что вы сейчас смотрите риме gt6 с е риме gt6 т вот 6 это тоже глобалка 6 с е это китайская версия глобальный из всего что я перечислил я сделал обзоры на все кроме того что они перечислил риме gt6 получается 6 с е 6t gt6 neo6 gt6 китайской версии вот на 4 смартфона уже сделал 5 я щас заказываю gt6 кручу обмаха кручу верчу обмануть хочу и чтобы я сейчас не сказал по поводу там нет 60 фпс на фронталке убогая защита от влаги нет металлической рамки космический ценник был у gt6 потому что они его вообще в кухну то лешего там за 60 штук стали в россии пытаются продать вот это тот же самый gt6 только попроще камеры если вам камеры не нужны и с бэндами вы как-то переживете вам не нужен 20 бэнд по моему тут 7 тоже нет я вот не уверен надо перепроверьте лучше сами потому что меньше будет претензий ко мне русский есть прошивка обновляется также бежать покупать его нет почему вот я 50 раз возвращаюсь и никак не могу рассказать не потому что у меня сейчас экран погас не потому что у него перегрев идет или еще что-то потому что у него грани непрямые то есть у него водопад у него водопад если вы не понимаете что такое водопад это эта тема из разряда вы можете с этим смириться вам может это понравится не знаю кому нравится и почему нравится водопад потому что есть искажение цвета и света то есть ты когда смотришь у тебя искажения картинки кому-то это дело нравится я прямо уверен потому что люди разные бывают но в прямых гранях вот сейчас он стоит 24 с копейками за 27 очень часто выкидывают 26 800 вчера был пока f6 вот между пока f6 и я бы однозначно выбрал пока f6 все бенды и прямые грани все камеры хуже но и что ну и что как говорится вот такая вот примерно такой примерный обзор надеюсь подпишитесь на канал с колоколом надеюсь вам все еще полезны и те кто досмотрел повторяю лайфхак если вам интересно как смартфон снимает вы мерете с лайв канал у меня несколько роликов и включайте их параллельно на телеке либо на мониторе и смотрите как что работало со светом с цветом как работала по зуму и всему остальному и для себя решаете что вам важно идеальных к сожалению смартфонов нет вот этот x10 абсолютно бесполезен но неплохие есть у кого-то кто-то сразу теряет фокус кто-то у всех и я не вижу как это происходит у риме допустим то есть через четыре минуты он просто 55 минут он погасил экран точнее через четыре с копейками он затемнил его а потом его погасил но главное он доснимал в отличие от huawei в которой puro 70 и 70 ультра 70 и 130 тысяч но снимать вы на него не можете и fps они сбрасывают до 32 а этот до 50 за четыре с половиной часа то есть все познаются в сравнении когда мы знаем где дно от него отталкиваясь все кажется неплохим правда подписывайтесь на канал с колоколом огромное спасибо за просмотр добра и удачи вам дорогие друзья